Шмал Израэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эхан. Мы станем перед Господом и благословим Его. Мы благословляем не Тору, мы благословляем Господа, который подарил нам эту Тору. Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, Который избрал нас из всех народов и подаривший нам свою Тору. Спасибо Тебе, Ишуа, за то, что Ты, истинная Тора, сошла с неба и подарила нам спасение. Аминь. Итак, недельный раздел Торы называется «Ваикра». Это 24-й раздел Торы и первый раздел книги «Ваикра». То есть буквально мы начинаем новую книгу, мы продолжаем наше путешествие в Торе. И эта глава, знаете, в русском переводе она звучит как книга «Левит». Есть книги в Писании, которые не очень мы любим. Почему? Потому что они нам кажутся скучными. Основно мы ее так перелистали или почитали по диагонали. Ну и хорошо, книга «Левит» и книга «Левит». И, знаете, часто, разговаривая с верующими, я заметил, что сама книга «Левит», она ассоциируется с чем-то древним, с чем-то ненужным. Знаете, предание старины далекой, покрытая паутиной. И вот, ну, хорошо. Но на самом деле, знаете, о чем же говорится в этой главе? В этой главе в основном говорится о жертвоприношениях. О жертвах. И, то есть, что должен сделать определенный человек, который совершает какие-то проступки, и что он должен сделать. И в традиционном христианстве, вообще в христианской церкви существует мнение, что евреи во времена Старого Завета приносили жертвы, чтобы спастись от гнева Бога, ну, из-за того, что они нарушили закон. То есть, что они спасались, ну, вот таким образом. И в одной из христианских общин, когда-то я помню, один пастор говорил так. Хорошая община, хороший пастор, чтобы, ну, никаких претензий, но он говорил так. Вот, что же делали евреи в Ветхом Завете, в Танахе, если они грешили? Ну, они брали баранчука, в лучшем случае ягненочка, приносили священнику. Да? Ну, и все хорошо. Грех прощался. А если они опять грешили? Опять баранчик, опять приносили, опять грешили. И, ну, таким образом они откупались от Бога. А сейчас у нас благодать. Благодать! Нам не нужно баранов таскать священникам. Все уже заплачено. И знаете, что можно сказать по этому поводу? Действительно, многие верующие принимают эту точку зрения и готовы отстаивать ее до конца, так и не разобравшись, что же стоит за этими непонятными обычаями и указаниями. Возьми это, принеси туда, соверши вот это. Если сделаешь так, то тебе надо сделать вот так. И, к сожалению, такая тенденция существует. Ну, давайте начнем с самого главного, ну, с начала этой главы, да? Я вам напомню, что эта глава начинается с цифры 1 и 1 стих. Книга Левит, 1 глава, 1 стих. «Вайкра эль Моше вайдабер ашем элав мехоль моет» «И призвал Моше, и сказал Бог ему и шатра откровения». Послушайте, как интересно. То есть, Бог призвал Моше и сказал ему. Мне нравится, как начинается эта глава. Мы видим глубокие и близкие отношения Бога и его творения. Бог говорит Моше и открывает ему благую весть. То, что мы называем Евангелие. Вы скажете, как же так, подожди, что-то не то. Евангелие – это вторая часть книги. А Бог какая? Какая благая весть? Но вы не ослышались. Именно благую весть о том, что существует особенный путь. Особенный путь исправления. Потому что и тот, кто согласится принять условия Бога и с верой исполнить все, что скажет ему Всевышний, получит решение проблемы. Вы должны понимать, что грех, он отрезает человека от Бога. И в то время существовала такая проблема. Израиль, Израиль, он, ну, евреи тоже были люди. Простите, мы тоже люди. И мы согрешаем. И в то время, что произошло? Бог, зная о человеческой природе, он дал Израилю путь возвращения к нему. Само слово «жертва» на иврите, оно звучит как «приближает», то, что приближает, то, что, понимаете, да? То, что делает близким. И жертвоприношения, которых дал Господь, как ни странно звучит, во время Нового Завета, были даны Израилю по милости, по благодати. Потому что грешный человек, он не может ничего сделать сам. Грешный человек не может сам приблизиться к Богу на своих основаниях, на своих условиях. И поэтому Бог дает милость. Он говорит, Израиль, я хочу помочь тебе. Есть особый путь. И вот этот путь мы видим в главе Левит. Понимаете, мы должны поменять наше мышление, парадигму нашего мышления. Мы привыкаем, что то, что было вчера, оно было вчера, но не нужно. А сегодня что-то есть новое. Но Писание, книга Экклезиаста говорит, то, что было вчера, уже, ну, и сегодня оно есть. И сегодня мы говорим, вот что-то новое. Нет, оно уже было в веках перед нами. Есть принципы. Есть принципы. Меняются декорации, меняются статисты, но люди остаются те же. Правила остаются те же. Бог хочет, чтобы народ приходил к Нему. И эта глава, она скучная где-то. Она где-то скучная, но если мы посмотрим со стороны Божьего призвания, мы посмотрим, что Бог хотел сделать для Израиля через это, мы увидим великое милосердие. Мы увидим глубину любви Божьей. Мы увидим его сердце, которое говорит, я готов сделать все, чтобы ты не пропал, чтобы ты не исчез. И в будущем эти жертвы, они вели нас к жертве Иешуа. Они приводили нас к тому, что однажды придет Машиах, который совершит великую вот эту последнюю жертву, которая искупит все падшее человечество. Итак, Левит 1 глава 2 стих. Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, принесите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Обратите внимание, Бог говорит, что такое жертва. И он вносит критерии в этот термин, и что стоит за ним. Не все, что приносит человек или почетного перед лицом Бога является жертвой. Или Бог примет. Знаете, у нас есть понимание жертвы. Мы что-то делаем, мы говорим, Бог это жертва для тебя. Вот это для тебя жертва. Но Бог называет жертву жертвой. Он говорит, если ты хочешь принести мне что-то, посмотри сюда. Здесь все написано. Если ты хочешь служить мне, посмотри сюда. Вот так ты должен служить. Если ты хочешь быть успешным в своих делах, посмотри вот так. Порою наши жертвы, это откуп, знаете, мы приносим жертву, чтобы откупиться от Бога. Боже, я же даю тебе десятину. Ты теперь должен мне. Обязан. 60, 100, и там сколько крат? И чтобы еще налоговый инспектор не узнал. Пожалуйста, Господь. Я же служу, а теперь давай меня благослови везде. На входе, на выходе. Я же начинаю что-то делать для тебя. Давай, решай мои проблемы. И мы называем иногда это жертвой. Но на самом деле это получается, знаете, как в язычестве. Ты мне, я тебе. Я принес тебе золото, а теперь ты там после смерти походотась за меня, там, как там, кто ты там. А вот баранчик, посмотри, какой жирный баранчик. Мне надо решить мои проблемы. Это язычество. Ты мне, я тебе. Бог Израиля немножко другой принцип. Он говорит, я тебе для тебя, чтобы ты вернулся ко мне. Жертва то, что приближает. Да, это скучно. Да, читать принес, пришел. И вот мы приносим порою в жизни нашей жертвы. Я не буду говорить, знаете, там, примеры. Потому что каждый из нас знает, когда он действительно откупается от Бога. А когда он действительно жертвует. Знаете, Писание говорит, книга пророка Исаии, что многие жертвы для Бога являются мерзостью. Исаия 66 глава, 3 стих. Заколающий вола, то же, что убивающий человека. Приносящий агнца в жертву, то, что задушающий пса. Приносящийся мирдал, то, что приносящий свиную кровь. Воскуряющий фимиам, то же, что молящийся идолу. И почему? И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их. Существует один путь к Господу. И этот путь Господь показывает нам Сам. Он показывает нам, что такое жертва, как она должна выглядеть. Понимаете? И когда мы начинаем размышлять над этим, да, прошло время. Потому что, знаете, для Бога, ну, не важна наша еда. Он говорит, продолжая в Псалме, в 49-м, Псалм, 15-й стих. «Ем ли я мясо балов и пью лекров козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай всемышнему обеты Твои. И перезови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и Ты прославишь меня». Бог называет жертву жертвой. Он говорит, это является тем, что поможет тебе приблизиться. Не то, что ты считаешь правильным, не то, что ты считаешь дорогим, вот, возьми кусок золота. Послушайте, в небесном Иерусалиме асфальт золотой, знаете, улицы вымощены этим. То, что мы считаем порою важным, для него не является важным. Но он говорит, что воздай обеты Твои. Принеси хвалу. И самое главное – вера. Писание в послании евреям говорит, что приходящий к Богу что должен? Веровать, что Он есть. И ищущему Он воздаст. Если человек во времена Старого Завета приходил просто как откупиться, вот приносил этого барана, вот тебе баран, а теперь мне прощение, простите, это было просто убийство животного. Не было прощения. Человек, приходящий к Богу, должен был веровать. Верить, что Слово Божье, оно истина. Что Бог говорит истину. Что Он дает правильный путь. Что необходимо что-то делать. Это не просто я привел барана, оставил, ушел. Я брал этого барана, я возгладал на него руки, я молился и говорил, прости меня, Господь, согрешил я перед лицем твоим, согрешил и нуждаюсь в искуплении. А потом я брал нож и сам убивал эту жертву. Не священники убивали жертву. Я сам это совершал. И я понимал, что на этом месте должен быть я. Я, смертный, грешный человек. Но Бог по своей милости и любви подарил мне спасение. Он заместил мою жертву. Он заместил мою смерть. Он дал мне свободу. Он дал мне этот новый путь. И получается очень интересный момент, что священники, они просто брали кровь. Брали кровь и не омывали алтарь. Они кропили на алтарь. Они кропили вот так на алтарь. И Бог покрывал эти грехи. Бог давал прощение. Согласитесь, немножко мнение отличается от того, что мы откупаемся от Бога. Бог великий, милосердный и любящий не изменился. Вчера, сегодня, завтра он тот же. И когда мы читаем эти главы, когда мы читаем Тору, когда мы размышляем, понимаете, не просто читаем, а размышляем. Очень важно размышлять над Писанием, потому что внутри нас оно производит свою работу. Оно изменяет наш разум. Оно изменяет наши взгляды. Оно помогает нам увидеть что-то сокрытое, что мы раньше не видели. И вот жертвоприношения прошлого, кровавые, такие, кажется, бесполезные сегодня, они могут научить нас хорошему принципу. Мы должны веровать в Бога. Мы должны идти по Его и служить Ему не по нашим пониманиям, а по Его пониманию. Если мы что-то обещаем Богу, знаете, надо исполнить. Лучше не обещать. Лучше не играть с Ним игры. Лучше сказать, Бог, ну не могу я. Прости меня. Чем сказать, знаете, да, Господь, а завтра, ну извини, не получилось. Или сказать там, вот тебе вот жертва. А Бог говорит, а мне не надо твоя жертва. Слушай, понимаете, давайте мы будем учиться простым вещам. Иногда улыбка, оно дороже золота. Иногда протянутая рука сильнее, сильнее какой-то финансовой помощи. Поэтому мое вам пожелание. Читайте Тору. Изучайте ее. Смотрите на нее в свете Брит Хадаша, в свете Нового Завета. Авину Малкейну, мы просим тебя, чтобы ты благословил нас. Чтобы ты благословляя, благословил нас, наш дом, наши семьи. Боже, ты дал нам понимание, описание, понимание твоего слова. Чтобы наши жертвы были приятны перед лицем твоим. Чтобы то, что мы говорили, оно исполнялось. Чтобы те обеты, которые мы давали, мы исполняли. Чтобы, Господь, мы были честными перед тобой и перед друг другом. Во имя Ишо. И прими нашу жертву хвалы, прими наши жертвы, Боже, как ты принимал когда-то во времена Старого Завета. И мы благодарим тебя, Ишо, того, кто является жертвой за всех нас, того, кто совершил великое искупление на кресте Голгофа. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. КОНЕЦ КОНЕЦ